Скручивание. Ну, первое, как обычно делают, да, ногу кладут вот так вот, иногда на ноге остается, остается, руки, чтобы не мешали, убираем, давим, ну, либо так вот, да, либо вот так, либо вот так, вот так. Тут, соответственно, в плечо, здесь в тазовую область. Раскрутили человека и, по нашей схеме, дошли до преднапряжения и потом перешли через нее. Но, гораздо лучше, если мы все-таки эту ногу побольше согнем, может даже свеситься со стола, эта нога прямая, продолжает ось позвоночника, а здесь мы цепляемся, ну, то есть второй способ, да, цепляемся вот этой косточкой за вот этот, за ось крестца, ой, не крестца, извините, подвозвлочную кость. Да, и наш поворот будет идти так немножко вверх на кручение и вот туда вниз, вот так вот нам нужно пройти. Третий способ, это опять оставляем ногу перпендикулярно телу, залазим на стол, либо это можно сделать на полгода. Тут удобно то, что у нас работает грудная клетка, за счет вот такого. Все, главное, час пробега. Возьмите, упор, только смотрите, не прямо в плечо, тут будет больно, да, желательно поширить, хотите вот, грудную клетку. Так, теперь усиливаем эту формулу, переворачиваясь в камни спиной, в другую сторону будем делать, нацепляем их в камни, на вот этот, в правую ногу влажимся. Вот, особенно для тяжелых, таких грудных людей, делаем тут прямой угол, ногу можно свесить, но по своему месту вообще дополнительно тянется. Вот эта рука я ее придерживаю, просто приводчик, чтобы она не укатилась. Вторую ногу прямую зацепляемся за стол, вот, удержимся. Голова лежит за плечами. Я разгорячил. Руку вытянули в прямую. Сделай себе вот так вот. Лайк, заступай, отставь. И смотри на эту руку. Дело в том, что когда у нас не хватает доворота, да, если мы поверем голову, и еще глаза в ту сторону, у нас получается больше свободы. Да, усиливается, доворот еще дальше. Так что, развернем голову сюда, постарайтесь в телевизор смотреть, насколько можешь. Тут, соответственно, на себя тянет, да, а в таз упираем семена погребня подвздошной кости своим телом. То есть мы за счет того, чтобы упор в тело делали, мы можем доворот делать толчковый своим телом. Вот такой вот прием. Далее, если у нас нога сложена под 90 градусов, да, мы воздействуем практически на M4 или M5, S1, вот на эти позвонки, да. Сошлением менее. Да, сошлением. То есть внизу поясница. Если ногу чуть менее угол сделаем, да, то будем воздействовать на пояснично-грудной переход. Тут даже включится D12, D11. Руку уже можно вот так вот положить. Вот, естественно, я беру за грудную клетку целиком. В первый раз убрался вот так, да, то есть как ремень безопасности, плотно. Если вы тут возьмете, вы не просто больничаете, неприятно в кости. То есть, первый раз мыла вот так, в руку, второй раз вот так. Ну, аккуратно, в челюсть не заедьте. И тут я уже в бедро давлю. То есть, растягиваю по диагонали вот туда. Где хрустнуло? Где-то в грудном надежде. В грудном надежде, да? Вот, теперь некоторые ну-хау, если у нас сколиоз. Можешь развернуться опять спиной туда? Вот у меня лицом ко мне. Точно так же кладем нижнего ногу прямо. Вверху под 90 градусов. Если сколиоз вот развернут вниз, да, в данном случае это левосторонняя поясница, нам надо, соответственно, поднять свой верх, а вверху растянуть. Правило остается и в землю, как вот на этой схеме, да? Если давим сюда, то с противовую сторону растягиваем. Вот, вот так вот. Растягиваем, вот, видите, расстягиваем у человека. А своими пальцами поднимаем позвонки вверх. И реально поднять, да? Ну, у такого тяжелого человека, конечно, тяжело поднять. Вы пальцы не сможете даже захватить, да? За несколько сеансов. Да, за несколько сеансов. И чем моложе человек, тем, ну, чем он худеет, тем проще, да? Да. Дорстянули и подняли. Или, не получая, с этой стороны перевернули на другую сторону, у нас оказались позвонки, развернутые к нам. Да, то есть нам надо рстнуть теперь с той стороны и нажать с этой. Тогда мы складываем, докладывайте, пока не складываем, пока вот такой прием. Ногу держим, уперись сеги в живот. И вращаем ногой. А сами щупаем позвонки с той стороны, с этой стороны. Где они зажаты, где там они неправильно стоят, как мышцы работают, да? Как крестец там. Это заодно и массаж. И уже как самостоятельно такая процедура. Теперь обе коленки складываем. И нам надо, позвонки ушли вверх, да? Надо с той стороны растянуть. Берем за ноги и смотрите на плесницу. Видите? Растягивается. Да, с этой стороны прямо в позвоночник подняемся. И одновременно раскачали, продавили. Продавили вниз. Ну, это при сколивозе. И теперь еще усиливаем формулу на скручивание. Если совсем с человеком не справляется, он тяжелый, да? То тогда вставай, пожалуйста. Мы перейдем на пол. Убираем. Ложись спиной туда. А скелетик надо убрать, наверное. А под мужичку не надо. Подружку я там не нужна. Давай лежать за этим плечом. Не надо их обоих нам. Руки куда он что делает. Подожди, может быть. Это нога вперед. Я вижу. Это прямо. В принципе, кожа тоже самое. Упираемся ногой именно в подвздошную кость. А это только на себя. Вот. Раскачали. Ну, давление подведено опять. Во, класс. Я вот буду теперь тяжеловесов так делать. Можно пробовать. Ну, просто экспериментируйте. И там просто прискаливайте. С этой рукой. Да вообще скрутки они не только. Правильно, конечно, сто стороны. С той стороны сильнее было, да? С этой стороны. Ну, просто у кого-то не поддается. Вот, да, слишком объемный человек, да? С этой стороны продавливаем. Олег, а если вот эта нижняя рука за спину заворачивается? Нижняя, да, как она лежит? Ну, вот так вот лежит. Просто головой лежит, а голова у него в обратную сторону. Рука нижняя за спину. Ты показывал такое движение. С ключем не получится. Не получится. Пока ли не нижняя, как вы не уверены, это будет ментовский. Смир будет. Это ментовский, а если нижняя? Нижняя, ну как ты? А он же уже не в ту сторону пошел. Нужно, надо в эту сторону плечи развернуть. Ты с этой рукой путешь, наверное, нет? Ты, наверное, с этой рукой путешь? Нет. Ну, ты заверни, а и посмотри сам. Ну, да, я попробую завернуть руку сзади, за себя. Ага, вот так вот. Теперь вот так. Теперь вот эта рука идет. Меня так как бы обхватывает. Обхватывает меня за спину. Я тебе за это место беру. И движение вот этого. Не-не-не, это неудобно. Это вообще неудобно. Он хочет защищаться. Не-не-не-не-не. Ты не путала? Не-не-не. Не-не-не. Это на столе я делал, да. Там просто человек не сам себе лайк ставил, да? Вот смотрел на нее. Ага. Он свободно болтался. Ну, чтобы долго мне объяснять. Свободно за свою спину завожу руку. И делаю, да, вот как ты встал именно с той стороны. А когда, ну, голова должна лежать за плечом с той стороны. Она же туда скручена. На скручение, да? Ну да, тут получается упор в плечо. Еще и встаживай назад. Ты вот так разводишь. Да, второе плечо мешается. Там просто руку вверх надо было. Извините. Ну вот, а сейчас мы это все отработаем друг на дружке.